Доброе утро, друзья! С вами Алла Кичиджан. Сегодня мой традиционный субботний эфир. Очень много событий было за неделю. Чем короче становится день, тем больше мой эфир похож на «Доброе утро, пока все спят». Доброе утро! Со многими мы виделись совсем недавно, практически со всеми участниками, кто находится в Москве. Лариса, доброе утро! Мы смогли встретиться на встрече коммуникативного клуба на Новослободской. В гостях у нас была профессор математики Нелли Литвак. Потом удивительное событие, потрясающее в этой неделе. Мы познакомились с Ниной Зверевой, с которой мы провели проект. И опять же, мы видим, как социальные сети не просто сближают людей, когда мы работаем, создаем какие-то проекты. А потом мы коммуницируем онлайн в основном. А потом мы встречаемся, и все это выходит в оффлайн. И, собственно, на основе этого рождаются проекты. Когда мы начинаем проекты, мы закладываем в них реальность. Мы не остаемся в сетях, уверяю вас. Но потом начинаем. Доброе утро! Юля Серебрикникова присоединилась. Да, к сожалению, она в клубе не была у нас. Но я надеюсь, в следующий раз мы обязательно увидимся. Итак, вы знаете о том, что я много занимаюсь социальными сетями. Если кто не знает, то я скажу. Я журналист, специалист по социальным медиа. И сегодня я хотела бы... Виктория, доброе утро! Тоже хотела бы вас видеть на клубе. Вы вот в этот раз, к сожалению, не смогли, наверное, прийти. И я занимаюсь социальными сетями. И вы понимаете, роднит меня социальными сетями и такая заявленная тема сегодня. И это случилось ни вдруг, ни сейчас. Я просто осознала некоторые вещи и хочу поделиться с вами. То есть, что меня роднит социальными сетями? И может быть, вы узнаете себя и поймете даже, как это использовать. Лет 20 назад, когда я очень активно училась и ходила... Я продолжаю это и сейчас. И ходила на лекции к Владимиру Борисовичу Микошевичу, писателю, переводчику, поэту. Люди, как те, кто участвовал в гении общения, знают. Я о нем много рассказывала. И этот человек очень сильно на меня повлиял. Но больше всего на меня повлияла книга, которая называется «Проблески». И вот в том далеком, в 90-х годах далеких, когда я увидела, что афоризмы могут возникать сами по себе. И они вызывают желание продолжить диалог. То есть, когда ты видишь... «Проблески» — это такие цитаты, высказывания философичные на грани парадоксов и нонсенсов. Тот формат, который я очень люблю. И которым, к сожалению, очень сложно изъясняться в социальных сетях. Вот так в эфире, если я вам начну говорить нонсенсами, но мне придется очень долго рассказывать после каждого такого высказывания, что я имела в виду и на что я намекаю. Когда вы читаете их, то у вас есть время, у вас есть возможность над ними подумать. И вот здесь мы очень так громко спорили о том, как происходит диалог читателя с писателем. И есть два мнения. Одни считают, что необязательно, чтобы читатель писал письма автору и пытался с ним по-настоящему поговорить. Достаточно вот этого акта коммуникации, который создает интерактив во время чтения. Фактически, согласно новейшим теориям коммуникации, уже много раз доказано, что текст создается... Такие эксперименты ставились. Текст создается именно в момент чтения. Ну, это понятно и ввиду простой логики, когда книга стоит на полке, и вы ее не взяли в руки, не открыли, не начали читать. Она как бы для вас и не существует. Так вот, как начинают и как начинают существовать вот эти вот посты, статусы? И обязательный ли интерактив? То есть, вот понимаете, как получилось, что вот эти проблески, такие философичные высказывания, они явились в каком-то смысле прообразом статуса в соцсетях. Я об этом так слегка намекала, но поскольку сейчас я очень погружена в написание вот этих парадоксов, да, и я их там пишу по 20-50 в день, и плюс собираю своих старых дневников и записей, то я, безусловно, по-новому как-то все это осознала. И я вижу, что вот статусы, которые вы пишете каждый день, если их доработать, обработать, во-первых, их можно обработать двумя способами. Можно их расширить, можно их дополнить, но можно включить комментарии в свое думание. То есть, можно... Оля Лепатова, доброе утро, я сейчас основную мысль закончу и тебя обязательно добавлю в эфир. Доброе утро, Сергей. И когда вы с кем-то ведете диалог, и потом после этого у вас рождаются мысли, новые мысли цепляются за мысль, то так вот пишутся проблески на проблески. Фактически мы с Владимиром Борисовичем когда-то репетировали в литературной газете, у него была лекция, и он попросил меня прочесть проблески свои. Фактически представьте, что я бы читала статусы, например, какие-то чьи-то, да, и писала бы под ними комментарии, то есть давала бы какой-то свой эмоциональный или просто размышления какие-то, то, как откликается во мне то или иное высказывание. И так возникли проблески на проблески. Но 20 лет назад я не очень верила, хотя были такие задумки выпустить книгу именно с таким названием «Проблески на проблески». Смысл в том, что Владимир Борисович всегда нас учил ценить то, что приходит в голову, важнее того, что выходит из головы. То есть слишком много не думать, пытаться нечто улавливать. Мы и так напичканы всякими знаниями, а, собственно, приподняться над этими знаниями и сконцентрировано высказать мысль не так уж и просто, как кажется. Ну и вы знаете, что я большая поклонница Льюиса Кэрролой. И доброе утро, Оль. Да, его включу тебя. И все его диалоги в «Алесе в стране чудес», в «Алесе в зазеркалье», к сожалению, другие произведения менее известны, хотя он много писал. А рукописи, которые остались после него, его братья сожгли, потому что они не знали, куда девать эту ненужную кипу бумаг. Они просто вынесли во двор и сожгли. И, к сожалению, уничтожено огромное наследие писателя, в том числе математическое и литературное. Но, увы, этого нет, поэтому мы читаем то, что есть. И вот, читая «Алесу», мне хочется на каждый ее диалог тоже написать ответ. И также, читая «Интересных френдов» в соцсетях, я хочу с ними поговорить. И, слава богу, сейчас есть такая возможность разговаривать друг с другом в комментариях. Ну, что-то вызывает, что-то нет, это не обязательно. И чем остроумнее комментарий, а фактически это тот же нонсенс или парадокс, тем больше мыслей он порождает в другом человеке. И, кстати, я... Спасибо Нелли Твак, которая познакомила меня со своей давней подругой, которую зовут Диана Кобленкова. Она доктор филологических наук, преподает в Абгике. И я набралась наглости и отправила ей посмотреть свои проблески. И она сказала, что да... Ну, пока это называется рабочее название книга парадоксов. И она сказала, что да, здесь действительно без лишних слов, это тезис умного человека и умного минималиста. Извините, я вот все записала для того, чтобы не пересказывать, а прочитать. Ну, давайте я вам прочитаю. Да, без лишних слов тезис умного минималиста. Это действительно традиция нонсенса и парадокса. И я очень рада, что она не просто мне написала, но даже на мой парадокс там написала свой. И так... Да, здесь действительно тепло, сказал мальчик после того, как упал в камин. Я как раз много рассуждала о последовательности действий при математических конструкциях, в умножении. Да, это то, что называется коммутативность в математике. Но речь не об этом, я на это скатываться не буду. Значит, я прочту вам несколько своих парадоксов. И дальше, если кто-то захочет включиться, включится. Так, Юлия Серебринкова пишет. «Малолитературная форма, основная форма китайских чиновников, часы досуга, средневековая поэзия Востока». Да, безусловно, это все не новое. Но я все же настаиваю, что аналогии с соцсетями пока прямые никто не проводил. Но вот не сравнивали статусы, да, и вот эту парадоксальную форму мышления. А особенность моей книги «Оля, доброе утро» в том, что я беру свои статусы готовые, да, и, ну, понятно, что я дописываю еще много чего, но я могу за все те годы, которые я писала в Фейсбуке, еще в живом журнале, ты помнишь, Юля, я оттуда беру какие-то мысли из своих дневников. Я не знаю, я могу вам показать один свой дневник, который я нашла. Это за 94-й год дневник. И я думаю, что я была какая-то очень-очень умная. Тут много стихов и много чего. Я не представляю пока, как это обработать, но здесь парадоксы, я вам скажу, они никак не хуже того, что сейчас написано с учетом, ну, большого вот этого 20-летнего опыта. А может быть где-то и лучше, потому что было, наверное, было свежее все-таки восприятие. Ну вот, например, ничего тебе нельзя, даже если ты ничего не хочешь. Этот вот парадокс очень Диане Кобленковой понравился. Да, это она сказала, это то, что я понимаю. Хотя это не так нужно задуматься. И вот это, когда вы задумываетесь, это не важно, вы ответили мне там в книге и написали себе что-то в тетради, или ответили в комментарии, или не ответили. Ну, по крайней мере, конечно, в сетях важно, что вы высказали какое-то мнение. Лучше, чтобы это откликнулось мыслью вашей же собственной, такой же парадоксальной. Но если вы просто написали, что вам нравится, это тоже, конечно, меня радует и вдохновляет на то, чтобы я писала дальше. Вот, например, Если мышь утонула, значит, она в слезах. Ну, вы понимаете, что я намекаю на своего любимого Кэрола. Вот, Леонардо был дислектиком, моя любимая тема, поэтому у Кэра три ноги. Тут вообще есть над чем подумать. И вот здесь возникает такой вопрос у меня, я хочу с вами посоветоваться. Особенно вот Юля очень много творчеством занимается. Юля, я не могу рассмотреть твой комментарий, потому что он у меня почему-то такой светлый-пресветлый. Вот, я потом прочитаю, обязательно тебе отвечу. Ну, вот вопрос следующий. Как должна выглядеть книга? Вот, смотрите, идут парадоксы. Ну, вот такие, как я вам прочитала. А дальше три варианта есть. Либо я делаю сноски, культурологический бэкграунд. Я пишу он, если я упоминаю Альфа-Гу, если я на что-то намекаю, ну, я хотя бы пишу о реалиях. Тогда это, ну, фактически те же сноски, когда Кэрол пояснял то, то, какие там каламбуры он переделывал, на какие исторические события и прочее он намекает. Второй вариант – это вот так, как с мышью в слезах. Если кто читал, вы можете зайти в группу, дочитаем книги в соцсетях, и увидите, что там есть рассказ про мышь. Он есть и у меня. То есть я рассказываю, почему меня вообще так эта мышь беспокоит, и что у меня была такая же мышь. Я делаю некоторые, ну, фактически я пишу, это проблески остаются и парадоксы остаются заголовками, а я пишу на эту тему рассказы, но не ставлю их под прямо заголовком. Я их выношу тоже как сноски. Или, ну, третий вариант – это, конечно, без лишних слов. То есть мы, ну, просто это остается как есть. На суд читателя я просто пишу предисловие, где я поясняю, как это родилось. И вот, кстати, когда мы часто были на даче у Владимира Борисовича Микушевича на подмосковной в Красково, там собирались студенты, все читали стихи, делились своими мнениями. Мнением, и вот когда мы увидели с Ниной Зверевой на просветителе, она сказала, что вот смотрите, сколько здесь интеллигентных, интересных людей, которые все время думают, что-то пишут, творят. И что здесь, она сказала такую фразу «мир духа», такое словосочетание, вот здесь витает мир духа. И вот так у нас витал мир духа на даче у Владимира Борисовича, где там Владимир Борисович мне стихи по-французски посвящал, называется он Дина, можно даже найти. Но дело не в этом. Именно там, именно там, и в литературном институте, и в ИЖЛТ, в институте журналистики, литературного творчества, при литературной газете, доброе утро всем, кто присоединился, вот родились 90% тех проблесков, проблесков, которые я сейчас собираю в книгу. И, конечно, вы мне все, да, и, конечно, вы мне все помогаете. Друзья мои, я пытаюсь прочитать, но поскольку я не могу прочитать ваши комментарии, к сожалению, они на белом фоне, я потом отвечу, они у меня что-то сливаются, я, может, свет неправильно выставила. Вот, поэтому я, если кто не слышал, я попросила там мне немножко помочь с тем, как устроить книгу, да, какой бы вам формат было удобно читать, нужны ли вам сноски и пояснения к тем многочисленным реминесценциям, намекам, парадоксам и нонсенсам, которые я использую в этих цитатах или афоризмах. Конечно, о названии тоже. Как это назвать, очень сложно понять. Ведь, ну, афоризмы – это уже из написанного текста, да, ну, вот, философичные высказки, но это не короткие там стихи в стиле, в восточном стиле. Это, ну, в общем, они парадоксы, нонсенсы, пусть они так и остаются. Конечно, если у меня хватит духа, то я разверну это когда-нибудь в художественную книгу, потому что они явно распадаются на разные части, например, о времени, о размышлении о времени, об искусственном интеллекте. Можно все это завязать на сказочных героев, но, конечно, не хочется сильно подражать Льюису Керрлу. Так, дневник, так, я попробую прощать. Так, дневник похож на, на ИЗО. Да, дневник, дневник похож, да, здесь есть рисунки, но они, их, их не так много. Здесь есть у меня такой цикл, сейчас я покажу. А, кстати, вот, вот я какие-то вот там что-то рисовала, вот, ну, сейчас очень трудно понять, что я тут рисовала, я просто покажу так, чтобы все же 94-й год такая. Я боюсь, что если я это не обработаю, вот, смотрите, это вот так почему-то одуванчик, это цикл такой одуванчик в легких, и я его вот так и запросила. Вот, я вас всех рада видеть, да, мне духа хватит, да, но я надеюсь, что его хватит. Смотрите, у меня есть некоторые практические вопросы, которые мне задали, я хочу на них ответить, да, потому что меня все время ругают, что я забываю сказать о практической стороне дела. Иногда вот совсем улечу, да, и ни о чем, ни о чем таком близком к реальности, то, что сейчас, да. Вы знаете, что у нас есть коммуникативный клуб, сообщество, где можно учить, учиться, заниматься самообразованием, и ссылка будет под этим видео, если кто-то новый и не знает. Если кто не присоединился непосредственно к группе коммуникативный клуб Аллы Кичиджан, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что там идут все анонсы на все те проекты, которые начинаются, заканчиваются, и активно существуют сейчас в сети, начиная от математики для безнадежных, математики, великой, ужасной физики для гуманитарии в химии, творческих групп, группы для поиска работы, и для творческих людей, да, конечно, и вот несколько вакансий я опубликовала. Можно ли вести проект вот в этом коммуникативном клубе, у меня спрашивают. Как вообще вести проект? Значит, первое, если вы профессионал, у вас есть собственная программа, и вы не обязательно, чтобы вы должны быть известны, я не беру там только звезд, хотя вот очень много людей таких высокого полета мы делаем и делали с ними вот эти проекты, но вы просто должны понимать, что соцсети — это много работы, и соцсети требуют вот уже внятного понимания того, что вы делаете, потому что нужно еще передать людям и коммуницировать с огромным количеством участников. И это не всегда легко, и люди с энтузиазмом начинают, а потом думают, что, ну, вот как-то можно из этого спрятаться, но выскочить из этого нельзя. То есть если вы ввязались в проект, то вы точно либо ограничите время, скажите, я пройду 10 уроков, допустим, по вокалу, я все надеюсь, что Екатерина Медведева начнет у нас в группе, петь умеют все, и все, да, или вот как с Ниной Зверевой она сказала, я один месяц в августе проведу 10 уроков по риторике. Она провела блестящий проект, есть выход в оффлайн, и замечательное дальше сотрудничество. Есть проекты, которые длительные, и мы пишем одну книгу, потом вторую книгу, вот внутри этих проектов делаем один мастер-класс, оффлайн, онлайн, вебинары и прочее, они развиваются вот как бы так в глубину, да, и мы не знаем, мы не можем сказать, что это, есть этапы проекта, но мы не можем сказать, это не имеет как бы конца вот определенного, я имею в виду, когда-нибудь это, конечно, хорошо закончится, но пока мы смотрим, какие еще есть перспективы, и находим там еще какие-то ответвления. Значит, можно ли, можно ли у вас пройти обучение? У меня доброе утро. Обучение у меня пройти можно, и я сейчас на сайте разместила свой новый курс, ну, назвали мы его так, я советовалась, алгоритм Аллы Кичиджан для социальных сетей, базовый курс для профессионалов, он состоит из четырех блоков, и за месяц я могу передать свой опыт, да, и научить вас освоиться в соцсетях, и вы фактически сможете перенести то, что вы делаете оффлайн, например, в онлайн, или создать свой отдельный какой-то проект, ну, все это возможно, но все это требует времени и, господа, усилий, потому что, ну, практика показывает, я год занимаюсь непосредственно запуском новых проектов на Фейсбуке, и, да, Роман, доброе утро, и, друзья мои, я не могу читать ваши комментарии, но, к сожалению, они у меня уходят куда-то далеко в экран, и еще такой свет, что я ничего не вижу, вот, я прочту после этого и отвечу вам всем обязательно. Запись на моем сайте кичиджан.ком, ссылка на сайт будет под этим видео. Когда следующий, вопрос следующий, да, третий и последний, и когда будет следующее заседание клуба оффлайн? Клуб оффлайн будет в марте, потому что там январь, новогодние праздники, февраль еще не все собрались, и я очень надеюсь, что в гостях у нас будет Нина Зверева. Ну, по крайней мере, мы будем ее все просить, чтобы она выступила у нас в клубе, и мы расскажем о том, как наш проект проходил, и как, собственно, продолжить обучение риторике ораторскому искусству публичным выступлением. Друзья мои, я очень рада была, что вы смотрите. Кто не посмотрел, сейчас смотрите в записи. Я еще раз спрошу прощения, что не смогла отвечать на вопросы интерактивно. Так получилось, ввиду технических причин. И если кто-то хочет выйти в эфир, то сейчас вы можете попробовать включиться, если очень у кого душа лежит, поговорить в эфире. Если нет, если нет, Оля, ты хочешь выйти в эфир? Скажи мне, пожалуйста, ты мне отправь запрос, если ты хочешь выйти. Я Ольге Лепатовой, которая в Болгарии, говорю, я сейчас не найду даже среди вот этих комментариев. Мне нужно, чтобы загорелась вот эта лампочка, чтобы я тебя включила в эфир. Если нет, то я с вами прощаюсь до следующей субботы в эфире. Так, я на связи. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Приятных вам. Приятные вам субботы, воскресенья. Чтобы все, что вы задумали, у вас получалось. Все хорошее. До свидания.